Привет, друзья, вы на канале Мамедыч, и я сегодня поделюсь с вами одним из самых сокровенных. Всем нравится копаться в чужом грязном белье и, конечно, считать деньги. И сегодня я буду считать свои деньги, те деньги, которые я потратил на переезд в Германию. Я буду считать все, что касается переезда, оформления диплома, бумаг, всяких штук в этом видео. Это будет очень интересно, мне кажется. А перед этим я бы хотел вам порекомендовать банк, точнее, карту банка, которой я пользуюсь очень-очень давно. Это карта Тинькофф Блэк. У меня есть у самого такая карта, я показывать ее не буду, зато у меня есть вот такой чехольчик, потому что карту привозят вот именно с таким чехольчиком, привозят представитель банка, куда бы вам не нужно было это сделать, приехать, оформить договор. Ко мне, например, представитель банка приехал прямо в больницу в удобное для меня время, в мой перерыв. И мы на месте оформили всю бумагу, и я получил свою карту. Для меня огромным преимуществом является то, что здесь можно хранить деньги в разных валютах. На одной карте можно хранить деньги сразу и в долларах, и в евро, и в рублях. И снимать деньги можно в любых банкоматах по всему миру без комиссии. Я снимал деньги с помощью этой карточки и в Германии, и в Чехии, и в Грузии, и в Азербайджане. И платил ей тоже. Это карта MasterCard, которая у меня есть. Ей можно оплачивать любые и онлайн-услуги, и, конечно, на терминалах. Это карта абсолютно бесплатного обслуживания, если на счету есть больше 50 тысяч рублей. Причем эти деньги могут лежать на любых счетах, во вкладе в Тинькове, или в Тиньков Инвестициях, например, сейчас очень популярное это приложение. У меня оно тоже есть. И что самое классное, в Тинькове самая крутая служба поддержки. В любой момент ты напишешь в чат в банке, и они ответят и дадут свои рекомендации. Но я не буду долго рассказывать про эту карту, потому что, на мой взгляд, Тиньков Банк – это самый лучший банк сейчас в России и самый удобный. Ну, а если вы захотите такую же карту, дебетовую карту Тиньков Блэк, то переходите по моей ссылке, и тогда вы получите тысячу рублей бонусом, если вы потратите 5 тысяч рублей в течение месяца. И три месяца абсолютно бесплатного обслуживания, без каких-либо условий. Так что переходи и считай свои деньги. Получить тысячу рублей – это классно, мне кажется. Ну, а сейчас будем считать мои деньги. Поехали! Переезд – это, конечно, дело непростое. И учитывая, что нужно подтверждать свои языковые знания и диплом, то это требует, конечно, денег и вложений. И в первую очередь, и, наверное, самые большие затраты у меня были – это затраты на язык, на обучение языку. Потому что немецкий я вообще не знал, не учил. И кроме Гитлера Капута или Хэнде Хох я ничего не знал в своей предыдущей жизни. И, конечно, я стал заниматься с преподавателем. Сейчас будем вместе считать. Наверное, все получится не совсем точно, но примерные цифры. У меня были занятия два раза в неделю, но потом в среднем у меня выходило три занятия в неделю. Иногда даже чаще. Занятие, час занятия стоил тысяч рублей. Кстати, сейчас это очень небольшие деньги, мне кажется, за тысячу рублей. Занятие с личным преподавателем по скайпу – это вполне-вполне себе очень хорошо. И если сложить все эти деньги, которые я потратил, то, наверное, получится, что вышло в целом одно занятие тысяч рублей. Это в неделю три тысячи рублей. То за весь срок обучения получилось около 120 тысяч рублей по моим подсчетам. Но если учесть, что я занимался чаще прямо перед экзаменом, то, наверное, возьмем мы сразу сумму 150 тысяч рублей. Да, это звучит, конечно, страшно, но на самом деле, если вы готовитесь, и если эти деньги отдаете не сразу, а, конечно, за определенный промежуток времени, я дала за каждое занятие отдельно, это было очень удобно. И где-то 150 тысяч рублей, наверное, я потратил на своего преподавателя. Ну, он очень классный. Привет Александру. И, кроме того, конечно, нужно учитывать, что сам экзамен B2, уровень B2 немецкого языка стоит тоже денег. В Геотинституте в России он не такой дорогой, как в Германии, например, но он стоит 7 тысяч рублей. То есть, приплюсуем, получится где-то уже 157 тысяч рублей просто на язык. Сюда можно приплюсовать то, что я начинал готовиться к медицинскому немецкому экзамену, я продолжаю готовиться, но я проходил курсы у Натальи Дэна. Привет, Наталья. Ссылку на ее курс оставлю в описании. Я проходил по минимальному тарифу. По-моему, это стоило около 200 или 300 евро. То есть, тоже 23, ну, приплюсуем 25 тысяч рублей. Отдельный вопрос – это справки, которые ты собираешь. И в России, например, чтобы подтвердить и поставить печать международного образца на свой диплом, для этого нужно заплатить 2500 рублей. Мне, на самом деле, странно, почему такие деньги. Но, тем не менее, в целом я посчитал документов 5-6, мне обошлось. В целом, где-то в 15 тысяч рублей. Просто, чтобы поставить печать о том, что этот документ действительно правильный, выдан в Российской Федерации. Кроме того, моя особенность в том, что я родился в Баку, в Азербайджане, когда Советский Союз только разваливался. И у меня было свидетельство о рождении еще советское. Но для того, чтобы документы подтверждать здесь, почему-то нужно свидетельство о рождении. И я ездил в Азербайджан. В Азербайджан, где получал свидетельство о рождении нового образца и ставил на него тоже апостиль или апостиль, тоже подтверждающий, что это документ правильный. На всю эту поездку тоже, наверное, отведем сразу 20 тысяч рублей, потому что сами документы и перелеты. Я летал через Москву в свой отпуск. Но, конечно, это не так было затратом, потому что у меня там родственники. И вообще всегда с удовольствием лечу в Азербайджан, в Баку. Тоже всех приглашаю. Классный город. Кроме того, чтобы ваши документы считались действительными в Германии, нужно, конечно, перевести их на немецкий язык. И поэтому все вот эти документы, их много. А, кстати, если вы хотите подробный разбор, какие документы нужны, и пошаговая инструкция, как подтвердить свой диплом в Германии, то тоже могу сделать видео. Но если вам это будет интересно, конечно, напишите в комментариях. И переводчик, переводчик должен быть обязательно немецкий, немецкий специальный дольмедчер, который имеет право на официальный перевод. И вот эти все переводы мне примерно обошлись тоже где-то, наверное, в 10 тысяч рублей. Но иногда мне приходится еще что-то переводить и сделать новые копии. Поэтому иногда я тоже прощаюсь к помощи переводчиков. Причем переводчика у меня требовалось два. С азербайджанского и с русского. Это тоже интересно. Ну и в целом я летал еще в Германию для того, чтобы побыть на практике в той больнице, где я сейчас тоже прохожу практику. И чтобы пройти собеседование с отделом кадров и с шефом, в чем отделение я сейчас нахожусь. И, ну, это тоже стоило денег, хотя не таких больших, потому что в то время еще летала победа. Ей билеты были 4-5 тысяч рублей в один конец. И поэтому с одним рюкзачком я с удовольствием летел на победе в Германии. Ну, в целом, конечно, поездка все равно затратная была. Но я и отдохнул. И, ну, давайте сделаем тоже плюс 20 тысяч рублей за всю поездку. Сейчас нужно теперь все это правильно подсчитать. Учитывая, что математика у меня была очень давно, используем калькулятор. Потому что когда я оплачивал, я не всегда пользовался Тиньковым, поэтому иногда какие-то цифры я перепутал. В общем, в целом я буду округлять 247 тысяч рублей. Наверное, можно округлить до 250 тысяч рублей. Вот эти деньги я потратил за 2 года. И теперь судите сами, стоит ли переезжать в Германию, стоит ли это таких 250 тысяч рублей. Лучше бы я не записывал это видео, лучше бы я не считал эти деньги. Так жалко. Но в целом за 2 года, я думаю, что не так сильно. Допустим, если мы все это разобьем на 24 месяца, то получится 10 тысяч рублей, действительно. Совсем уже можно было в уме посчитать, но мозг, мы видим, уже сейчас не работает. Да, 10 тысяч рублей в месяц траты, если вы хотите в течение 2 лет подготовиться к переезду в другую страну. Ну, на самом деле, конечно, можно и выучить язык самому, и подготовиться все самому, и не такие большие траты осуществлять, как я. Да, но, конечно, в любом случае, без какой-то материальной затратной стороны дело не пойдет. Да, что-то погрустнял я после этих подсчетов, но ничего страшного, ведь те инвестиции, которые мы делаем в свое образование, развитие, они по-любому сыграют свою роль. Но на этом все. Мы посчитали. Слава богу, что мне помогла компания Тинькофф. Очень крутая, действительно, карта, которой пользуюсь и до сих пор. Не вижу конкурентов, просто Тинькофф Блэк. И заказывайте карту по ссылке в описании. И увидимся в новых выпусках. Пиши свои в комментарии интересные мысли на этот счет. И ставь лайк, если было дорого. Дизлайк, если дешево. Все, пока, пока.